привет друзья с вами алиса павлова и сегодня я хочу вам рассказать показать мастер-класс по росписи тарелочки и это будет такая новогодняя тематика что нам понадобится ну собственно сама тарелочка это плоское блюдце лучше использовать также нам понадобится кисточка у меня это будет синтетика можно использовать синтетику либо колонок очень удобно я советую взять кисть потоньше у меня например номер 2 синтетика вот такая вот тоненькая с острым кончиком обязательно также нам понадобится карандаш очень мягкий у меня это 9b емкость с водой и краски по стеклу фирмы декол они очень хорошие яркие и их можно запекать и так смотрите мы начинаем с рисунка карандашом намечаем свой рисунок делим нашу тарелочку пополам проводим такую линию это будет основание нашей елки и теперь смотрите вот такими петлями раз 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 петля 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 и как с каждым рядом и увеличиваем да и что у нас елочка такая как треугольник формы все просто и затем оставляем место для ствола а под елочкой мы рисуем прямоугольники это будут наши будущие подарки они разные будут чтобы интересно было смотреть на них чтобы не были как одинаковые коробочки какой-то подарок будет полоску какой-то будет горох до 3 будет у нас в клеточку и намечаем бантики да ну как же подарки без бантиков чтобы было веселее и мы сделаем снежинки снежинки тоже можно намечать можно не намечать здесь как хотите на верхушке елки у нас будет звездочка все как и полагается на самой елке у нас будут игрушки в виде шариков и вот я решила наметить все таки где я хочу сделать снежинки можете делать снежинки можете не делать как хотите и теперь внизу мы пишем нашу надпись новым годом старайтесь закомпоновать таким образом чтобы у вас буквы были возможности одинаковые чтобы надпись у вас была красивая красиво смотрелось если у вас вдруг что-то не получилось не беда можно взять чистую тряпочку и протереть карандаш он легко стирается с тарелочки ну что ж наш карандашный рисунок готов можно приступать краска мы берем зеленую краску у меня она здесь очень темно-зеленая поэтому я ее буду смешивать желтым цветом смотрите внимательно мы не используем воду для красок мы воду используем только для того чтобы после каждого цвета хорошо промывать кисть чтобы у нас красочки банки не смешивались и так я смешиваю зеленый желтым и получается такой травянистый зеленый приятный мы будем потом далее еще добавлять желтого для другого оттенка чтобы был еще светлый зеленый итак мы намешали на палитре цвет водой напоминаем и не пользуемся иначе у нас краска не так хорошо и крепко будет держаться на тарелочке и начинаем смотрите мазочками так раз 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 вот таким вот образом как махи смотрите раз нажали и отпустили нажали отпустили видите за счет того что кисточки тонкий кончик на концах появляются такие острые как как иголочки почти как у настоящей елки и наш елка получается такая пушистая и так вот продолжаем ряд за рядом такими резкими движениями не торопитесь делайте все аккуратно делайте все удовольствие останавливайте видео и делайте в своем темпе затем продолжайте смотреть дальше так мы делаем мазочек за мазочком до самого конца когда мы прошлись по всей елочки теперь можно закрасить оставшиеся места ведь я закрашиваю беленькие пожилки теперь я добавляю еще желтого в наш замес который уже был до этого чтобы зеленый стал еще светлее вот я проверил что у меня недостаточно светлый получился он сливается и я решила добавить еще чуть-чуть желтого смотрите также по своим краскам как у вас будут себя вести и добавляю вот этот светлый оттенок чтобы наша елочка получилось чуть-чуть по объем не заодно я подправляю другие участки где-то кончики еще в стороны делаю острее все мы сделали и пока наша елочка сохнет мы с вами сделаем замес для подарков ну и начнем мы синего для этого я беру немножко белого и побольше синего потому что цвет из баночки очень темный мне это не очень нравится я хочу чтобы у меня был такой светло синий красиво смотрите какой красивый цвет получается и теперь мы закрашиваем подарок который у нас по серединке и постепенно постепенно мы начинаем заполнять весь прямоугольник подарка можно пройтись на второй слой но сразу же потому что краска сразу же схватывается с поверхностью и заодно подровнять края можно немножко буквально минутку подождать краска подсохнет и тогда вы точно сможете наложить второй слой сразу я выравниваю подарок чтобы он был более-менее ровного прямоугольника теперь я беру зеленый цвет из баночки также чуть-чуть добавляю на палитру его чтобы смешать немножко зеленым чтобы он не был сильно темным но и не сильно светлым чтобы он отличался от цвета елочки все-таки потемнее будет и этот подарок будет у нас полосочку и аккуратно я начинаю наносить просто полосками прям и третий подарок будет желтого цвета я решила закрасить этот подарок такими полосками а потом я сверху добавлю клетки красного цвета и тогда этот подарок будет смотреться интересней итак с подарками пока закончили оставляем их сохнуть а на вершину елки я добавляю звезду яркую желтую звездочку делаем ее не сильно большой чтоб она не сильно привлекала на себя внимание такую миниатюрную легкую звездочку итак проверяем высохла ли наша елочка у меня она уже подсохла и значит что мы можем продолжить рисовать уже на ней и добавляем желтым цветом гирлянду оставляя промежутки позже мы их будем заполнять белым цветом делайте какие-то точки пожирнее побольше какие-то поменьше чтобы они были интересны не одинаковые пусть они будут разные и так очередь дошла до елочных шариков мы берем сначала красный цвет и тоже смотрите сверху шарики могут быть поменьше а книзу они могут увеличиваться больше 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 но также они могут очередоваться и маленькие и большие располагайте их в хаотичном порядке итак на мой взгляд уже хватит красных шариков и пока у нас кисточка в красном цвете можно дополнить наши подарки бантиками вот такими простыми бантик и полоску можно добавить один подарок готов теперь на синим точно так же делаем бантик сверху и на красном делаем бантик и дополняем эту упаковку с помощью полосок вы можете выбирать любые другие цвета как хотите может быть это совершенно другой цвет можно будет смешать красный синий и получится фиолетовый добавить туда белого будет пастельный какой-то цвет смотрите сами добавляйте может быть у вас и шарики на елке будут другого цвета я вам предлагаю вот такой свой вариант итак а между тем мы приступаем к синим шарам мы используем тот же самый замес что и для подарка и также в хаотичном порядке делаем и большие и маленькие шары итак пока наши шарики подсыхают мы выкладываем на палитру белый цвет и ставим точки на подарки потому что синий подарок уже успел подсохнуть можно спокойно ставить наше украшение в виде таких горошек звезда у нас тоже уже успела подсохнуть и мы можем поставить такие вот белые блики теперь мы набираем на кончик кисти белый цвет и ставим белые точки на шарики это будут блики так они будут казаться объемней будут играть светом дальше мы приступаем к нашей гирлянде помните мы оставляли промежутки и теперь мы заполняем эти промежутки белыми точками и также можете делать побольше точку поменьше точку чтобы наша гирлянда смотрелась интереснее и объемнее итак гирлянда готова из остаток красков краски белый мы делаем вот такие вот блики на иголочках елки смотрите у меня кисточка полусухая краски на ней совсем мало и от этого белый ложится на нашу подсохшую елочку таким полупрозрачным цветом елочка начинает играть уже по-другому добавляется объемность она начинает сверкать теперь мы смешиваем наш светло-синий с белым и получаем такой нежно-нежно голубой цвет и самым кончиком кисточки мы начинаем рисовать снежинки снежинки также старайтесь рисовать разных размеров какие-то чуть больше какие-то чуть меньше если вы сделали заготовку карандашом то сверху можете рисовать можно пальцем аккуратно стирать карандашный рисунок и на этом месте наносить краской почувствуйте себя деда морозом который рисует на окнах свои морозные узоры итак наш снегопад закончен и теперь очередь дошла до нашей надписи не торопясь аккуратно выводите буквы обводите ваш карандашный рисунок и буквы за буквой старайтесь чтоб у вас было достаточно краски на кисти чтобы буквы получились красивые яркие сочные если вы сделали какую-то ошибку вы можете взять ватную палочку например да и быстренько все вытереть и чисто бумажный платочек не забывайте возвращаться потому что вы уже сделали и подправляете если краска где-то кисточка не довела до конца буквы то можно с легкостью это все подправить чтобы каждая буковка смотрелась красиво не забывайте хорошо промывать кисть чтобы цвета у вас не смешивались не было грязь и смотрите можно на бантиках на подарках добавить чуть-чуть белым самым кончиком такие полосочки будут как блики и красиво объем ну что ж наша тарелочка готова теперь ее можно оставить сохнуть на сутки а потом обжечь его в обычной духовке на 100 градусов в течение 30 минут и тогда краска будет прочной и смотрите как здорово получилось краски блестят не смываются и можно использовать под конфеты или печеньки но ни в коем случае нельзя использовать под горячую еду какую-то только вот лишь для печенек и конфеток всем спасибо и удачи вам и все у вас получится